Всем доброе утро! Сегодня 20 июля. Мы опять в нашей кладовке, как будто бы и не уходили отсюда. Сережа сейчас посчитает, сколько нам нужно. Чего? Автоматов? Да. Ну, автоматы-то сейчас не надо ставить. Не, ну, коробку под автомат. Всё, ты понял, да, что тебе купить? Эту мастику, вот этот под ванну. А я сейчас тоже поеду домой. Нужно покромить Маркуса. И, наверное, если я успею, я быстренько смонтирую видео со вчерашнего дня. И сегодня же его выложу. Ну, если успею. Потому что делов, правда, здесь много. Всё? Ты всё понял, что тебе надо? Всё, идём. Сегодня мы здесь будем работать, я уже надеюсь. Мне уже так хочется что-то делать. Всё, сейчас, короче, ты на рынок, я домой. Давай. Я уже дома, вот покормила Маркуса. И, как обещала, смонтировала уже видео. Сейчас оно экспортируется. Быстренько загружу в YouTube. И побегу дальше работать. Потому что уже по 12-го. Пока я всё сделаю, уже, наверное, 12 часов будет. Хорошо, что видео не такое большое. Меньше 20 минут оно сейчас быстренько сделается. Монтирую я видео в программе VideoPad Video Editor. Меня просто в последнее время часто начали спрашивать, где я монтирую, на какую камеру снимаю. Камера у меня Xiaomi, Yui, просто без всяких 4K и всего такого. Я её ещё 2 или 3 года назад покупала за 3,500. Сейчас они, кажется, ещё даже дешевле стоят. Всё, сейчас домонтируется и буду уходить. А ещё у нас дома вот что случилось. Неприятность такая. Я разбила стекло, сильно хлопнула дверцей и всё. Я вот снимала видео, вставлю вам кусочек. У нас случилось ЧП. Дети на днях сломали вот эту вот воздушную штуку, которая опускала и поднимала плавно наше стекло. И я сегодня сильно хлопнула, и вот оно всё потрескалось. Придётся теперь заказывать новое стекло. Сейчас будем это снимать. Всё в осколках внизу. Жалко. Оно матовое, да? Ты говоришь, сразу 2 нужно менять? Скорее всего, похоже, мат мы не найдём. Чтобы одинаково было. Мы сначала хотели это стекло переставить. Вот с верхним поменять. Но передумали, потому что оно уж очень плохо открывается. Вдруг ещё то разобьём и вообще будет прикол. Аккуратно, Серёж, не поцарапай мою супер-столешницу. Целую. Её тоже менять уже. Не надо будет. Держи так. Давай, аккуратно. Не отрежь мне руки. Хотели померить стекло, чтобы сказать, какой размер. А потом Серёжа говорит, давай лучше с этой рамой пойду, чтобы сразу вставили. И всё и так донести будет безопасней. И точно не разобьём, когда будем вставлять. Первый можно даже не открывать. Заодно вот эту штуку сразу нужно купить. Что? Ну да, это 120 кустов и пошёл. Эти 80-ка слабые почему-то. Хотя раньше держали. Наверное, сами были слабые. Отлично нам везёт. Всё? Я вот эти штуки сразу поменяю. Что? Что плавно спускались, да? Ну, у меня есть, но они не плавные, но нехорошо. Вот, вот, хорошо. Она бумц и сама закрывается потихонечку. Если ставит, она два, чтобы она точно уже не билась. Вот она ещё до сих пор не закрылась. Она раньше чуть-чуть побыстрее закрывалась? Да. Уже сколько лет. Короче, вот так вот. Остались мы без стекла. Завтра Серёжа пойдёт на работу с рамой. Слушай, а зато как удобно. Раз, взял, и ничего открывать не надо. Ну, открыл, если её так. Давай так и ставим. Прикол. Красота. Сделано будет легче. Спросим мы, он возьмёт с собой кусочек стекла, вот, какой-нибудь маленький, да, и спросит, если его точно такое же сделают, то тогда одно сделаем стекло, сразу, чтобы они там дырки просверлили, потому что там ручка. Короче, вот там. Просверлить это не проблема, если сверла по стеклам недорогие. Просто надо это аккуратно. Нет, лучше пускай... О, какой ливень пошёл! Офигеть, и гром. Убираем. Какое стекло? Ой, смотри, как усы. Давай убирать. Это чайка. Нет, это хвост кита. Косатки наши, да? Ты на балкон пока по сторону. Да, давай. Серёжа говорил, на следующий день пойду, понесу эту раму, сразу закажу, но на работу уже с рамой не пойдёт, а после работы уже поздно, и так мы и никак не будем. Не закажем. Хотя сейчас выходные, и можно было бы пойти заказать. Короче, пока вот так. В принципе, у нас и этой штуки нету, вот из-за чего она и сломалась. Это 80-ка, а надо 120-ка. А у нас не продаются 120-ки, нигде мы не видели. Надо будет или в Сочи поехать купить. Ну, короче, пока вот так живём. Зато удобно подошёл, взял, что тебе надо, и всё. Я пришла вот только что домой, с дома домой пришла. А Серёжа уже здесь вот переоделся, купил эту битумную мастику и вот эту штуку. Как это называется? Ну, слив, короче. Вот это стоит 480, да, рублей? А это? 280. 280? Ну, нормально. Ну, как думаешь, это нам хватит на всё? Ну, да, я думаю, да. Ну, что там, пару квадратов? Максим, опять тапочки не одел. Одевай тапочки, пожалуйста. Поломался? Телефон не хочет. Нет! Нет. Сейчас буду переодеваться. Да, Малик вчера тапок свой выкинул. Сейчас буду переодеваться тоже, и надо работать, да? Может быть. Мы с Дианой разбираем вот этот бардак, который здесь был, потому что уже невозможно. Столько всего навалено, а Серёжа с папой там делают. Сифон этот, слив. Ох! Подождите! Аккуратно смотришь. Нет, там нету резинки. Хоть чуть-чуть прижалась? Да, мне потом надо будет как-то лечь, да, лезть, я не знаю. Туда? А? Да, вот я хочу сейчас, вы чуть-чуть придержите, ну так. Фуф, а что она такая? Ну, это мазута, пойдем. Дай. Почему ей мешать не мешать? Фуф, Серёжа. Бээ. Ты прям вот мазать её будешь? Смотрю, у тебя на лбу комар сидит. Надо уже эту зажигать, спираль. Ужас, слушай, я говорю, воняет. Сейчас она включает, помешает. А так ничего не видно отсюда. Вот, закончили они с папой делать этот сифон. Но у нас воды нету. Уже вот с утра прямо нету воды. И не могут проверить, протекает, не протекает. Они там наливали ведрами воду. Вроде бы не протекает. Ну, так ничего не понятно. И вот сейчас этой битумной мастикой делает. Воняет, воняет. Ну, она воняет. Это просто ужас какой-то. У меня аж глаза слезятся. Серёж, ты раскумаришься здесь. Сегодня же я так как клей нюхаю. Да, да. Токсикоманом будешь. Ты сегодня прям с этих дырок не вылазишь. Что там, Владик опять? Что-то неделя. Серёж, я не могу, я пойду отсюда. Короче, вы хоть иногда заходите. Да, если упал обморок. Прямо лицом туда. Вообще круто будет. Нет, нет, я не могу. Я пошла, воняет ужасно. Ну, что ты тут живой? Диан, понюхай, как он воняет ужас просто. Ну, как воняет, откуда чувствуется. Серёжа говорит, иногда заходите ко мне. Потому что если я в обморок упаду, чтобы увидели. Серёж, ты ещё одну дырку подырявил? Она была. Она была. Это просто вот тут деревашка вот эта стояла, чтобы трубы вот эти не... Да, ужасно воняет. И вот сейчас загвоздка в том, что воды нету. Мы же хотели сейчас этими кирпичами эту стену сразу поднимать. А проверить не можем. Сейчас мы начнём пока вот эту сторону делать, да, кирпичи поднимать. А потом вторую сторону. Слёжа, я задохнула здесь. Давай теперь респиратор что-нибудь оденем. Мне на такой надо, как у Данила. Противогаз? Ага, на улицу трубу. В итоге Серёжа мне не даёт шпаклевать. Ты мне нужна, ты мне нужна. И я целый день ничего не делаю. Чувствую, что ртиточка в мальце. Да, обездельничаю, точно. Мы тут убрали вот с Дианой. Так нормально. Так ковры Дианы на и мамы надо, чтобы она забрала. Паласы там её разные. Постирали они. Максим, не ходи босиком. У тебя что-нибудь болит? Нет. Нет? Одень шлёпки, пожалуйста. Как здесь жарко, ужас. Да, он тут вообще тогда сдохнет. Давай мы с Дианой пока песок принесём. Сколько ведер надо? Или Витю будем ждать, когда он придёт. Песок на этом. Витя поздно придёт, да? На этом лежит. А, точно, мы же на гараж перетаскали. Папа выдёргивать чуть-чуть в отраву, чтобы... Так четыре ведра сделаем, да? Нет, три или четыре. Там замазать, тут залезать слой пока пойдёт. Ну да. Потому что Витя сейчас пошёл после работы машину делать. Да, у него там что-то сломалось. Фу, я не могу. Ждать мы его не будем, короче. Всё, я этим дышать тоже не могу. Я пойду. Разведём тогда? Или ты как, оно высохнуть должно? Или что? Мне нужно всю и пол подмазать. Ну, пол это понятно, что тоже. Ты стену хорошо, самое главное, стенку намажь. Толстый-толстый, толстый чоколад. Это вот эта вот стена. Вот она вся сыпется у нас. И тут вообще... Там с той стороны ещё будет специально влага. Ну, тоже отобьём всё и тоже намажем чем-то, да? Да, есть специальная штука. Хотя мы с жидким стеклом мазали, это всё туфта. Это туфта. Есть специальная, как-то там называется. Забыл, и плиточный клей есть на основе дерева. Фу, и Серёж, ладно, Маша, я пойду. У меня уже прям голова болит, не могу я здесь. Ну, я тут уже всё просто сознание теряю. Серёжа вышел подышать свежим воздухом. Тут, правда, запах ужасный стоит. Как он это всё промажет, я не знаю. Фу, я пошла отсюда. Максим, не закрывайте, пожалуйста, дверь. Мы тут помрём тогда уж точно. Вот наша кровать при дневном свете покажу. Она нормальная вся. Ну вот, как я уже говорила, две вот эти вот вообще. А, и вот сейчас я увидела трещина. Ну, посмотрим, что-нибудь придумаем. Что-нибудь, если что, надо заменить. Может быть, заменим. Может быть, вообще она будет слишком большая для этой комнаты. Посмотрим, как, что решим. Лишнее не будет. Пускай пока постоит. Ничего страшного. Опять они дверь закрыли. Арчи, ещё ты пришёл сюда. Тут воняет. Слушай, выходите. Невозможно просто. Мы уже, Серёж, песок сделали. Скорее всего, я сейчас буду шпаклевать. А что мне делать? Просто стоять я не могу. Или я иду на море. Всё, а сейчас я тут умереть должен. Тогда я буду шпаклевать. Фу, сдохну. Можно от этого запаха. Я не знаю, что они её закрывают всё время. Пока Серёжа работает, мы хотим с Дианой ответить на один вопрос, который звучит, наверное, под каждым видео. Кто такая Диана? Подружка она моя. И как мы с ней познакомились? Диана моя невестка. Она жена моего родного брата. Живёт в этом доме. В принципе, ну подружка, да, мы с тобой нормально общаемся, дружим. И всё. Вот так и познакомились. Витя нас познакомилась. Да, уже вот сколько у вас было? Семь лет? Семь, да. Значит, семь с половиной лет мы с тобой общались. Ну да, где-то. Нет, больше даже. Нет, я меньше года с Витей встречалась, когда замуж за муж. Ну, не знаю. Короче, мне кажется, что мы давно уже друг друга друга знаем. У нас всё нормально. Живут они вот в этом доме, где мы сейчас ремонт делаем. У нас дом большой. Точную квадратуру не знаю, потому что первый этаж у нас считается подвальным помещением. У нас здесь невысокие потолки. Ну, раньше так все дома строили. И у нас получается, что три отдельных входа. Вообще четыре было. Вот наверху живут вот здесь, над нами прямо Витя с Дианой. На другом, вот если оттуда по лестнице подняться, там мои родители. А у нас получается, что весь первый этаж наш. Мы вот тут дверь пробили, а так тоже здесь вот, только вот эти три комнаты были. А мы дверь пробили и теперь ещё прибавились две комнаты. Да, зал, детство. Да-да, вот это вот помещение как ваше. Только у вас зал ещё там прихожка, а у нас нету. Вот прихожка, где как раз эта штука. Я не могу, как жарко очень, Диана. Это что за жара? Я хочу на море. Кто-нибудь меня отвезёт когда-нибудь на море. Я хочу отрабатывать море. Если Витя машину сделает сегодня, а Витя машина поломалась просто. Я надеюсь, что сделает. Это невозможная жара. А ещё мы не хотим открывать сейчас вот эту дверь, потому что там воняет. Да, мы сидим кумаримся, тут отвечаем на вопросы, что просто если мы сейчас откроем туда, то вообще тогда будет. Мне нужно, все же, Диана, ногти снять, потому что они все уже всё. Мне надо и подрались, ужас. Это положи куда-нибудь, я сейчас буду делать. У тебя же можно, чтобы стоило. Ну да, ну давай. Просто вот так сбоку поставь и всё. А Витя вчера на плечо поднял и потащил все эти мешки. Что ты хочешь один к одному просто? Сколько? Чуть-чуть. Сейчас. Это что ты будешь замазывать? Это вокруг, наверное, как это может быть. Что? Что? Это надо зациментировать. Трудно. Это, которое вы делали? Да, там нужно так. А вдруг сейчас воду дадут и протекает, и что будешь делать? Нет, это отсоединяется. Получается, железную трубу, раз труба нужна. Сереж, подожди, а вот это вот наша, да, какая-то труба торчит вот сейчас вот с дырки? Вот эта? Да, она так и будет торчать. Или туалет будет там, или ванная. Подожди, если мы сейчас заложим вот так кирпичами. Дырку оставлю. Не, потом удлинить можно, да, как-то? Ну да, ну вот это удлинитель делаешь, и всё, ну, по длине. Ну всё, сейчас разведу. Сколько ты уже там, хорошо уже внутри всё сделал. Хорошо, я тут уже позеленел. Позеленел, нет, но у меня уже, я тебе говорю, у меня прям слёзы текут от этого запаха. Всё, я сейчас цемент сделаю, да, давай. Сейчас я зашпаклю вот эти вот мелкие недочёты, потому что вот здесь видно, когда или велосипед вывозили, или что, не знаю, вот тут скол есть. Вот тут такие полосочки, они всё равно видно. Сейчас вот это сделаю, и потом ещё прокрунтуем. Тут, в принципе, немного работы. Сейчас я вот это отковыряю, потому что вообще не держалось. Здесь у нас внутри профиля вот эти вот идут, пластиковые. Не профиля, а уголки, да? Да. Вот, всё. Ну, и так дальше. Всё, Серёжка, я тебя отпускаю. Иди работай, делай. Подышал воздух. Делай свои дела, да. Вот эти полоски, правда, вот я тебе говорила, что их всё равно видно будет. Ты меня не слушал. Проходи внутри, вот так, на себя. Потому что, чтобы это, ну, если вдруг волна есть, она... А здесь потом, когда мы уже обои поклеим, всё сделаем, здесь мы, конечно, пластиковые уголки сделаем, это уже видно не будет. Самое главное сейчас, чтобы всё нормально было, чтобы уже закрасили и всё. Мои ногти, конечно, катастрофа. Ещё сейчас я цемент Серёжи разводила один к одному. И прям рукой пришлось лазить, потому что воды много нету дома. Всё пришлось руками делать. Что? А какие уголки цемент делать, здесь воды нет? Не знаю как. Уже сколько времени, а до сих пор ещё воды нет? Всё, на день практически нету воды. Всё, в принципе, Серёж, там всё хорошенькое, всё чистенькое. А, вот ещё вот. Вот тут. А, нет, вот ещё воду. Ладно, иди, делай свои дела, иди. Вот, мама и её детёныши, какие они маленькие вообще. Да, на нашей двери поселились, очень приятно. Слушай, мы будем их трогать. Ну да, Диана, а я хотела вот этот вопрос сейчас. Ну, не трогай, не трогай. Ну ладно. Я вообще не знаю, сколько их миллион там. Ну не миллион, конечно, да. Ну не миллион, 30 точно. Ну 30 тоже нет, ну может быть 20, 15. Нет, посчитайте. Давай. Вот, смотрите, вот она достает их сама оттуда. Сколько она? Не, а как мне там дело теперь шпаклевать? Смотри, ветер вытащила. Да, 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 да. Ой, вау, вау. Как-то я сейчас достану. Может, она до хлика какого-то выкинула? Может быть. А его здесь не видно, кстати, напомню. Вы знаете, я, конечно, не знаю. Не люблю попов, да? Да, не люблю их. Ну прикольно. Нет, это просто язык. Вот смотри, Серёж, какая разница? Вот только она с зубами. Она до грыза... О! Слушай, у неё прям, ну не клыки, а вот такие штуки. Да, вообще... Куда-то тащит, видишь, заматывает. Может быть и правда... А может тебе какие-то дохлики несчастные? Может быть померли, и она их вот так утилизирует, мусор хромит. Это всё хорошо. Я думаю о том, как мы ножки подкинули. Слушай, потому что вот эти уже какие большие, с ножками. У них такие ножки прозрачные. Нет, она смотри, как схватила. И видишь, как защищает их. Не предъявляй мне претензии. И вон мать, вот дети. Она просто убежала куда-то. И я всё зашпаклевала, всё нормально. Всё, в принципе, осталось только вот эту вот дырочку сделать. И Серёжа тут тоже уже что-то... А, вот дырки замазывает. В два слоя первый. Но пока воды до сих пор нету у нас. Не можем проверить, вообще её дадут или нет. Серёжа нервничает, недовольный, что воду до сих пор не дали. Уже восемь часов вечера. А мы до сих пор не можем эту ванну проверить. Течёт, не течёт. Вот он сколько мог поднял кирпичами. Я бы, говорит, уже бы всю стену поднял. Ну, а что делать? Ждём, когда дадут воду. Выхода нет. Вообще. Без предупреждения. Нигде ничего не написано. Так можно разве? И самое обидное, что мы же ванную вот набираем там. И хоть вода есть, когда вот если так воду выключают, можно хоть посуду помыть, руки помыть, да. А так мы её слили, и теперь вообще нет воды у нас. И питьевая уже заканчивается. Там последние две бутылки осталось. Чуть, пойдём. Короче, жесть. Я Серёже говорю, Серёжа, надо чухать домой. Хе-хе. Да, это ещё вонять будет полгода. Мы сейчас сидели, столько смеялись. Диана уже, наверное, в 50-й раз Серёжа сказала, пойди проверь кран, может быть, ты там что-то не докрутил, вода не идёт или что. Мы уже всех обзвонили. И соседей спрашивали, и Артуру позвонили. Ну, короче, всем позвонили, ни у кого воды нету. Говорят, какая-то поломка. Диана дозвонилась в водоканал. Да. Это было где-то 8 часов. 10 часов, да. А уже полдесятого, а воды ещё нету. Я не знаю, что делать. Короче, вот так всегда. Да, мы что-то загадаем, что-то думаем. Вот сегодня сделаем стенку. Всё, завтра, конечно. Вы все грязные. Идите все грязные. Я хочу купаться. Я не могу. Да, у нас вообще воды просто не осталось. Я уже не могу просто. Я... Это невозможно в такую жару. Я ещё говорила, давай, Серёжа, может быть, поедем домой, там вода будет. Но мы потом узнали, что там тоже воды нету. Короче, весело. Всё, наш ремонт остановился вот на вот таком состоянии. Весь цемент, что мы замешали, мы выкинули, потому что всё засохло. Дальше уже ложить смысла нету, пока мы не проверим ванну. Серёжа, самое обидное, что ты ванну выпустил воды. Ой, короче, приколы. Я не знаю, что это. Вот я говорю, мы вечно вот как что-то задумаем, загадаем. Как мы говорили, что за выходные мы как раз поставим маяки и зашпамблели. Всё. А делать же нечего. Да, делать нечего, точно. Вы же думали, может, на море сходить? Да, я Диане говорю, Диана, пойдём пешком на море. Да, только на седаречку. Да, речки очень далеко, так что. Это, конечно, смешно, но не смешно. Правда, это вообще уже, я не знала. Короче, вот так. Я ещё говорила, может быть, видео пока не будем записывать, может быть, дадут воду, и мы как запишем, чтобы мы вот закончили, но уже чувствую, что уже всё. Даже если вдруг дадут воду, хотя бы в 11, да? До 11. Надо всё выключать, вы ничего не дадите. Я тебе так хочу сказать. Нет, ну я сказала, что нету, я вижу. Её не дадут. Всё. Ну, если вдруг дадут, что, может быть, мы что-нибудь даже сделаем. Если её дадут, мы запишем, что сделаете. Я пойду хотя бы лицо угнать. Нет, у меня есть лицо? Ладно, мы не будем вникать в подробности, когда 30-ти градусная жара, а воды нету, даже искупаться, это ужас. Я не знаю, я не могу. Я сегодня же перестать делаете чуть-чуть. А я сегодня вот свои ногти сняла сейчас, пока делать нечего было. Всё переломанное. Пока ничего делать не буду. Посмотрим, может быть, да. Нет, если завтра ты вот так будешь замешивать, а с ногтями? Ну да. Я довольна, что я все откосы пошпаклевала. Всё, завтра пошкурю. Они уже высохли. Там слой малюсенький-малюсенький совсем был. Интересно, где ты там? Паук? Нет, это я, кажется, попал. Нет, это не тут ещё. Да, детки, вот, а эта паучиха сама там. Она уже там, посмотри, паутину сделала, их выпускает. И вот два уже там маленьких. Да, да. И один подросток. Короче, вот такие вот дела у нас сегодня. Сейчас будем что-нибудь решать. И, наверное, детей надо искать. Искать воду. Да, искать воду, точно. В поисках воды. Копать и спать. Не нужно. Да. Я правда на море. Я очень хочу вам на море. Невозможно, жалко. Ещё сегодня комаров столько вообще. Короче, всё. На этом мы это видео заканчиваем. Увидимся уже завтра. Краус, будет вода. Ты сейчас так сказал, ещё завтра не дадут. Я тебя убью, потом просто вот так возьму. Всё, всем пока. Я тебя тоже убью. Пока. 14-15-го числа только сегодня дали свет. Вот, свет знаю. Но у них там пропалось что-то. Света не было. 14-го числа не было света. Да. Ну чё, честно. Офигеть. Разрешение. Всё. 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 Субтитры создавал DimaTorzok